Если мы сейчас будем другое проповедовать, то у нас первых надо предать анафему о том, что мы изменили свой Евангелие и начали проповедовать то, что Иисус не Христос. Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца. То есть, кто не признаёт Сына или кто не свидетельствует об Иисусе Христе в этом мире, тот не свидетельствует и о Боге. То есть, имя Иисуса Христа – это есть ворота, это есть дверь, это есть путь, другого пути нет, других ворот нет, другого входа нет. Всякий, отвергающий Сына, не имеющий и Отца, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. И так, что вы слышали от начала, оттуда пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал вам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребудет, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинное и не ложно, то чему оно научило вас, в том и пребывать. И так, дети, пребывайте в Нём, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не посадиться пред Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рождён от Него. Аминь. Вы знаете, это позднее послание апостола Иоанна, когда он уже был в довольно преклонном возрасте. И апостол Иоанн это пишет не просто новичкам, которые вчера пришли в церковь. Церковь прошла уже очень много таких потрясений. Церковь пережила к тому времени о том, что уже, ну, это было уже после 70-го года. Церковь была свидетелем того, что Иерусалим был разрушен, камня на камне не осталось. Кровь текла ручьём, евреев начали уничтожать страшно, начался еврейский геноцид. Евреи были вынуждены бежать, разбежаться по всему миру. Иоанн был всему свидетелем. То есть это был практически на то время единственный апостол, который выжил, который остался живых. И церковь прошла, конечно, через страшные гонения. То, что мы сейчас проходим, это всё цветочки. И вот у меня сегодня, знаете, родилось такое желание собрать церковь для того, чтобы каждый из вас мог высказать какие-то свои оплёные такие, может быть, сомнения, может быть, какие-то предположения, свои какие-то мысли, какие-то терзания, задать какие-то вопросы, самому попытаться на них ответить. Потому что вот это место говорит о том, что мы имеем помазание, и сие помазание, оно учит нас. И к тому времени эта церковь, конечно, она была уже опытная, она уже была прожжённая, да. И на них было помазание, которое их вот так просто водило и научило их выживать в абсолютно любых условиях. Слышите меня, да? Вы знаете, вот последняя новость для меня такая, я знал, я слышал несколько раз, но я решил её проверить. Недавно, опять же, вышло такое признание НАСА, называется, о том, что Болгария, ну не только Болгария, выяснилось, что практически все страны третьего мира поливаются самолётами НАСА тяжёлыми металлами. Литий, барий, бром. И я, так как ко мне в Бургасе ходит, я сейчас в Бургасе работаю, принимаю людей, и ко мне обращаются несколько докторов. Ну, четыре доктора ко мне только. Он точно приходит, получает какие-то определённые процедуры, мы обмениваемся, ну там, какими-то знаниями совместно, ну там, кто что знает, делимся. Я задаю им такой вопрос, ну о том, что, ну, коллега, вы не в курсе, вот сейчас вот новость опять вышла о том, что Болгария, оказывается, поливается, и очень давно, кстати, тяжёлыми металлами. И, ну, доктора начали высказывать, ну, свои знания, что кто знает, и выяснилось о том, что были действительно проведены лабораторные исследования, ну, когда вот очередной самолёт пролетает, и берут, потому что подозрения уже давно, берут анализы, берут пробы и обнаруживают реально тяжёлые металлы, летят с воздуха на нас, падают. И тогда, ну, просто выяснили, что это самолёты НАСА, которые пролетают на территорию Болгарии, приезжали, начали задавать вопросы, и НАСА, наконец, ну, дало ответ о том, что, да, мы используем тяжёлые металлы, поливаем некоторые страны, густонаселённые, в котором, по нашему мнению, очень много психических расстройств, психических заболеваний, например, как маникально-депрессивное расстройство. Ну, мы поливаем для того, чтобы помочь вашей стране немножко вот так снизить вот этот опасный фон психоза, такого общего психоза, чтобы здесь не возникло какого-то такого психоза и так далее и тому подобное. И этот факт, он обнародован, и на сегодняшний день выяснилось о том, что Болгария поливается тяжёлыми металлами. Я слышал это от нескольких специалистов. И вы знаете, моё мнение, ну, то есть я приезжаю в Болгарию, я замечаю, что здесь народ немножко заторможенный, ну, забавенный, да, на болгарский язык, забавенный хором, алкогольный, инертный. И я смыслю, ну, может быть, война, а, нечто национальное, да. Но я думаю, что, возможно, может быть, это какая-то национальная какая-то черта, потому что греки, например, тоже не отличаются, ну, такой вот большой подвижностью. Но мне как-то всё равно стало это немножко подозрительно. И я подумал, когда я услышал первый раз новость о том, что поливается регион тяжёлыми металлами, я вспомнил о том, что я работал в очень тяжёлой, я рассказывал, это в психиатрической клинике на компанийской базе, это было в Казахстане, и мы там лечили тяжёлых психических больных. Это было, я закончил институт в 95-м году, в 96-м году меня отправили туда за город, у нас она называлась сортировка. Вот, и там, в этой компанийской базе, лечили самых тяжёлых психически больных. То есть это шизофрения, это маниакальное расстройство, это тяжёлые, именно такие формы эпилепсии или одержимости. Я там реально видел одержимых людей. И там был как раз переход. Тогда ещё не было таких тяжёлых, пролонгированных, как мы их называем, нейроэлептиков. Ну, то есть вот типа Мадетен-Депо. Ну, Мадетен-Депо или Галлоперилдол-Депо, я сейчас говорю сейчас немножко на психиатрическом таком сленге, не все поймут, но это тяжёлые психотические препараты, или ещё их лучше называть всего антипсихотические. То есть они реально снимают психозы. И при том на длительное время. Ну, то есть если сделать уколчик, всего лишь один укол масляного раствора Мадетен-Депо, и человек, можно так сказать, становится овощем на половину года. Шесть месяцев он просто вот так лежит, не встаёт, не двигается. Может немножко встать, медленно заторможенный, просто вот так пойти, как зомби до туалета, там может сходить обратно. До этого времени использовались как раз-таки препараты тяжёлых металлов. Понимаете, да? Тот же самый литий, препараты брома, мы их так и называли. И мы эти препараты, то есть я как врач-психиатр был обязан назначать препараты, потому что у нас больше не было других лекарств. И мы поступаем психотически такой больной, когда он вне контроля, он там всё крушит, там диван с балкона с пятого этажа скинул, холодильник скинул, там кого-то ударил, короче, там, и он становится социально опасным, и понятно, что его отправляют к нам, и мы делаем ему такой тяжёлый укол, иногда два кубика, иногда четыре кубика хлорпромазина, да, или аминозина, если кто-то знает, кто-то немножко сталкивался. И потом начинаем его топить, ну, опять же, такой психиатрический сленг тяжёлыми металлами. То есть я очень хорошо знаю действия тяжёлых металлов, понимаете, как бывший врач-психиатр, я уже не работаю в психиатрии, но я там отработал 7,5 лет, и прекрасно знаю, какие последствия. То есть народ становится заторможенным. Я понимаю, я хочу сказать, я прожил в Болгарии уже 12 лет, и что я на себе отмечаю? Я становлюсь заторможенным. Вот я реально ощущаю, каким я был, и каким я сейчас становлюсь. Ну, в том плане, что люди под воздействием тяжёлых металлов начинают поправляться, им тяжело похудеть, очень тяжело, потому что они становятся заторможенным. Им ничего не хочется. И самая главная, отличительная черта – это инертность, равнодушие. Нам всё равно. Знаете, вот как, я вспомнил недавно мультфильм, да, который мы хорошо все знаем, Маули, да, он называется, И там предупреждают от них павлинов о том, что жёлтая чума надвигается, эти жёлтые собаки, там их тучи просто. Что павлины ответили? Нам всё равно, нам всё равно, нам всё равно. Вот это и называется инертность. И вот, знаете, вот просто жить вот в таких условиях, вот я хочу сегодня как врач к вам, ну, это крик моей души. Я знаю, как из этих состояний выходить, ну, в том плане, что просто это вот, ну, первое, что это обильное питьё. То есть тяжёлые металлы надо выводить из себя, и чем больше ты пьёшь, тем больше они выводятся. Это необходимая мера. Ну, то есть мы как верующие особенно должны это прекрасно знать и принимать все меры для того, чтобы на нас это не отражалось, понимаете, потому что, ну, я чувствую, что на мне это отражается. Я не хотел бы, чтобы, ну, на самом деле, вот наша церковь, да, и вообще, ну, все живущие в этой стране прекрасно, в Болгарии, страдали от того, что НАСА признало, что поливает нас металлами, и это нормально, это, ну, мы вам помогаем. Хотя я хочу понимать, логически следует, что? О том, что нас поливает тяжёлыми металлами, потому что нация в целом становится инертной и равнодушной и легкоуправляемой, понимаете, да, к чему всё идёт. И тогда уже это, ну, просто делай с этой массой всё, что хочешь. Ну, что, в принципе, сейчас здесь и происходит. Но церковь не должна этим состоянием подвергаться. Я вот сегодня хотел призвать и совершить, ну, это вот мой крик души, совершить молитву. Мы верим в молитву, в силу молитвы? Вы знаете, вот Иисус берёт в Гефсиманский учеников, и что они там делают? Они там засыпают. Такое давление, такой прессинг, что они не могут молиться. Иисус Христос говорит, вы можете молиться со мной хотя бы один час? Они начинают молиться, Он отходит, они опять засыпают. Опять возвращаются, говорят, вы можете со мной? Будет их, будет их. Иисус сегодня хочет нас разбудить. Слышите меня, да? Он хочет, чтобы мы больше молитесь, больше молитесь. Вот у меня такая большая просьба, просто чтобы мы мобилизировались. Вот знаете, что надо делать? Когда ты чувствуешь, что ты вот инертный, да, заторможенный, ничего не хочется. Вот иногда утром вставишь и не хочется вставать. Вот начинаем молиться, призывая Духа Святого, призывая Его силу. Господь, пробуди меня. Господь, стряхни меня. Пусть на меня не действуют никакие металлы. Потому что ты мой Творец, ты всё можешь. Ты можешь просто нивелировать все эти тяжёлые металлы, чтобы они до меня даже не долетали, не доходили. Поставь защиту над своей церковью. Церковь – это вот твоё детище. Это твоё тело. Оно не должно подвергаться этим тяжёлым металлам. Скажи Аминь. И вот, знаете, у меня вот такое обращение о том, что просто вот как выводить эти тяжёлые металлы. Первое очередное – это просто молиться. Это обычная вот эта вода. Это вода Божьего Слова. Да, больше читать, больше молиться, бодрствовать. Если тебе ничего не хочется, наоборот, тебе надо вставать. Заставлять просто вставать и двигаться больше. Движение. Мы, люди, устроены как насос. Когда мы двигаемся, через нас идёт прокачка. Если мы обездвижены, вот не хочется сидеть, хочется весь день просидеть перед компьютером, перед какой-то там установкой игровой, там, вот просто вот так тупо уставиться и сидеть, это очень опасное состояние, потому что в этот момент у тебя все жидкости в организме застаиваются. Вставай, иди, выводи себя на улицу. Надо периодически выезжать буквально в леса, в горы, там место защищённое, там воздух чистый, потому что там хвоя, вот эти хвойные деревья, листовые, да, лиственные породы, уже начинают русские забывать. Они защищают, они как кроны создают, они выделяют кислород, очищают воздух. Побольше туда выходить, бегать, двигаться, ну, играть. Ну, вот это знание у нас должно быть. То есть у нас должна быть, по крайней мере, знаете, когда человек вооружён, когда он информирован, то он вооружён. Когда у нас есть знание о том, что вот здесь вот так происходит, и ничего на сегодняшний день с этим поделать нельзя, потому что Европейский Союз диктует свои условия, нас диктует свои условия. Вот так надо, вот так будет для вас лучше. За нас уже всё давно решили, и нас никто не собирается спрашивать, хотим мы этого или не хотим, это просто происходит регулярно, постепенно и постоянно. Поэтому вот у меня к вам сегодня вот такое обращение. Это вот мой крик в душе. Может быть, сегодня у кого-нибудь из вас тоже есть какое-то обращение к церкви. Вот выйдите, сегодня микрофон свободный. Скажите, да, ну вот давайте мы не будем забывать вот это правило. Предлагая, возражая, да, когда есть возражение, предлагая. Предлагая, да, что-то, покажи вот это всё своим примером, и просто на самом деле давайте будем это делать. Поэтому если есть какие-то возражения, если есть какие-то вопросы, библейские вопросы, давайте мы будем сегодня честными и просто обратимся к церкви, и услышим сегодня, что Господь нам проговорит через нас же самих. Потому что на нас помазание, и это помазание даёт нам сверхъестественное знание. Давайте сегодня высвобождать слово знания, слово мудрости, пророческие знания определенные. Кто сегодня, да, я для того, чтобы мы немного подготовились, начну сегодня с того предложения, чтобы кто-то, вот одна сестра подошла ещё в прошлое воскресенье, говорит, у меня есть свидетельство, я бы хотел засвидетельствовать. Ну, пожалуйста, давайте. Она сегодня подготовилась, она пришла. Давайте мы поприветствуем сестру. Проходите. Много ми е приятно, че имам возможность до слави. Продолжение следует...